Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. КС Горан, уляля, что за сайт? Вникает в чьи-то проблемы. Я помню, когда... Я помню, когда у меня был период, когда я в сторис... Не в сторис, я в инстаграме, в директе отвечал на проблемы людей. Просто, типа, у меня... Просто мне человек пишет о том, что у него панические атаки, у него там еще какая-то хуйня, и я с ним переписываюсь. Но тогда еще были силы, но это все равно такая ошибка. Ты всем людям не поможешь, а себя ты просто выебешь изнутри, нахуй, когда ты чужие проблемы себе хапаешь. Я хапануло много. Я хапану... Сейчас я почищу, я много хапануло. Бля, ебать охуя на видос. Я хапануло. Блядь, а где... Я хапануло много. Блядь, а где этот звук? Сейчас я себя почищу, подождите. Я хапануло очень. Очень сильно хапануло. Здоровый, зайчик. Здорово. Сейчас я себя почищу. Я хапануло много. Кто из вас такой же человек, который, блядь... Не может мимо ушей пропускать чужие проблемы. То есть, когда человек начинает рассказывать о своей проблеме, ты это переносишь на себя и внутри себя проживает. Проживаешь. Есть такая хуйня? Бля, как меня это в одно время, как меня это заебало? Просто пиздец. Это что я перестал общаться с половиной своих родственников. Я просто не мог общаться, потому что я знаю, что меня будут грузить проблемами. А мне, типа, и так, когда у тебя свои проблемы, тебя еще с другими грузят. Я просто уже говорил. Мама, когда мне какие-то истории рассказывала, что там что-то происходило, я говорю, мам, не говори мне, пожалуйста. Вот реально. Давай, если хочешь, если у тебя есть силы, ты хочешь, я тебе расскажу, как у меня дела. Не говори мне, пожалуйста, что у вас там у кого-то, у твоей знакомой произошло. Мне вообще до пизды, нахуй. Да, я сейчас это прохожу. Удачного прохождения, ну что сказать. Братиш, Литвина, чекни. Кензайчик. Иди ты, нахуй, мальчик. Маленький, мальчик.